Друзья, значит, сейчас быстренький такой у нас прямой эфир, такой эфир-молния на 20-30 минуточек, 20-30 минуточек. Эфир будет непростой, я сейчас присоединю одну девчоночку, девчульчику. И она со мной поговорит. Она сейчас Кристина Зингер, вот, которая тоже сидит в машине. Привет, да, у нас машинный прямой эфир. Магия, надо протестировать звук, потому что у меня звук отвалился. Слушай, да, чуть-чуть, чуть-чуть. Да, вот так вот стало лучше. Да, вот так стало лучше. Все, ладно, супер. Я готов, классно. С вермишелью. Хорошо. Знаешь, что мы сделали? Мы. Что? Совершили. Очень странную штуку, потому что я сверху, а ты снизу. Я знаю, что ты так любишь. И не знаю, с чего я так взяла. Вот, комментарии сейчас будут на тебе, кстати говоря. И я буду... У тебя просто плывут комментарии по лицу. Мне подходит. Ребят, да, у нас будет веселый эфир на 20-30 минут с Кристиной. Кристина будет брать у меня интервью. Я ее спросила по поводу того, что... Я говорю, Кристина, как тебя представить? Потому что... Можно я чуть-чуть скажу? Чуть-чуть скажу. В общем, Кристина, собственно говоря, в тот момент, когда мы с ней познакомились, была госслужащим. Вот. А сейчас я говорю, ну как сказать, Кристина госслужащий, которая теперь берет интервью у симпатичных девчонок вроде меня. Она говорит, слушай, ну я уже и не туда, и не туда. В смысле, уже и не там, но еще и не там, собственно говоря. Поэтому она говорит, представь меня, пожалуйста, как красивая, веселая девушка. Этого достаточно. Я считаю, что красивая, веселая девушка, этого, в принципе, достаточно. Поэтому задавай любые вопросы. Мне Кристина, конечно, скинула список вопросов. Вот. Но я очень надеюсь, что все-таки что-то крамольненькое ты спросишь, чтобы я покраснела, хотя я, в принципе, не умею краснеть при своем темном цвете лица. Но ты на всякий случай имей в виду, что у меня есть защита, потому что, видишь, я сижу на фоне Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан. И если что, я отправлю к тебе людей с тяпками. Людей с тяпками. Они меня разорвут. Слушай, все, давай тогда начинать. Будем что-нибудь рассказывать интересное, веселое, вдохновляющее. Спрашивай. Да, погнали. 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 Вообще, на самом деле, сделаю маленькую отсылочку. Я вот сейчас вспомнила, что когда у нас был курс текстуры твой, ты учила нас задавать классные вопросы, учила, как брать интервью. Я сейчас сижу и думаю, блин, как мне взять интервью у своего же учителя? Это непросто. Это непросто. Знаешь, мне нравится очень фраза про то, что, шутка про то, что фраза, если вы понимаете, о чем я, опошляет любую фразу. Поэтому ты можешь спрашивать, к любому вопросу добавлять эту фразу. Ты просто спрашиваешь, Лариса, а где ты черпаешь энергию, если ты понимаешь, о чем я? Это такой маленький лайфхак. Ага. А сейчас ты возьмешь интервью у самой себя? Слушай, на самом деле, я сегодня увидела у тебя шикарное промо нового проекта «Ультиматоры». Обалдела, потому что помню, что ты его очень долго готовила. Расскажи, пожалуйста, почему так долго и что вообще тебя сподвигло на новый проект? Я думала, что то, что уже есть, это выдастся. Никогда недостаточно. Слушай, я просто давно хотела сделать, знаешь, такой курс, как раз-таки ультимативный. И не зря появилось именно слово «Ультиматор». Мы его, кстати, выбрали благодаря подписчикам моим в Инстаграме. Там было больше тысячи вариантов. И вот одна девушка прекрасная из Казахстана предложила это название «Ультиматор». Вот мне хотелось сделать что-то пожестче, потому что я, на самом деле, сторонник того, что если человек хочет измениться, то он уже сам, в принципе, понимает, чего он хочет. Единственное, его, ну, там, останавливают буквально три штуки, да. Первая штука, знаешь, что это такое? Это была одна притча такая, достаточно известная про пёсика. Значит, притча про пёсика была такая. Просто идёт мужчина в красных кроксах. Вот, и это меня очень отвлекает. Я думаю, что ты понимаешь, о чём я. С бородой в красных кроксах. И вот, первая притча была про пёсика, да. Пёсик, который лежал там на каких-то неудобных досках и при этом постоянно скулил. И там чувак какой-то, который мимо него проходил, да, он сделал такую ремарочку. Он говорит, слушай, этому пёсику ему неудобно настолько, что он готов скулить, но не настолько неудобно, что он готов встать и что-то сделать, да. Вот мне кажется, большинство людей, они как будто бы вот примерно как эти пёсики, да. У них вроде бы есть там какая-то более-менее стабильная работа, они готовы постоянно жаловаться, они готовы постоянно скулить, но им недостаточно неудобно, да, чтобы встать и что-то сделать. Вот поэтому это вот первая причина, почему появился ультиматор. Мне хотелось просто сказать, слушай, чувак, либо ты не скулишь и продолжаешь лежать на этом, на этих досках, да, мы договорились без матки с Кристиной, либо ты встаёшь и что-то делаешь. Вторая история ещё вот в чём. Мне кажется, люди, они не понимают, ну, то есть, с одной стороны, они живут так, как будто бы им осталось жить ещё тысячу лет, а с другой стороны, они живут так, как будто бы они завтра умрут, да, я увидела тоже шутку буквально вчера, что при долгосрочном планировании я слишком часто полагаюсь на апокалипсис, да. Вот многие люди живут так, ну, то есть, грубо говоря, ну, ладно, я сегодня там не пойду на тренировку, не попишу, не позанимаюсь там, ну, мы завтра же всё равно умрём, да. То есть, в принципе, человек не понимает, что если он сейчас там профакапит, да, какую-то часть своей жизни, это не, это, на самом деле, это страшно, потому что факап на факапе, факап на факапе, вот ты реально через 30-40 лет, да, сидишь нереализованный, пенсия ещё не началась, а ты уже, тебе пора уже привыкать к земле, потому что ты всю жизнь, да, там, ел какую-то фигню и работал на нелюбимой работе. Единственное, что тебе реально остаётся сидеть у подъезда, да, и кричать там вслед наркоман и проститутка. А всё потому, что ты вот сегодня, да, там, где-то, где-то не дотянул, где-то не досчитал, там, не прочитал свои пять страниц, там, и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, это реально очень страшно. Хотя, ну, то есть, я не за то, чтобы там вот эти вот, знаешь, про цели, цели полагания, это не совсем та история, я придумал слово цедерастые, те, которые, ну, прям сильно, да, такие к целям, я вот не за это. Но, грубо говоря, если ты там один-два раза пропокапил, потому что тебе хочется отдохнуть, да, окей. Но если это второй-третий раз, и это регулярно, то это, на самом деле, очень страшно. И третья история про честность. Вот мне кажется, знаешь, я придумала для себя, значит, такое упражнение про ценности и суперценности. Про ценности и суперценности. Значит, самое главное, да, вот ценности – это то, что придаёт нашей жизни смысл. Это одна из, там, частей наших потребностей. И одна из главных, там, базовых потребностей – работать, там, жить в соответствии с ценностями. Про ценности есть такая крутая штука, да, ценности проявлены в действиях. А большинство людей, если ты их просто попросишь составить список, например, там, ценностей, они, ну, исходя из идеальных впечатлений о себе, скажут добро, милосердие, экология, здоровье, любовь, там, вот, и прочее. Короче, ересь будут они писать. Но, да, конкурс из мира, реально, мир во всём мире, вот ты правильно говоришь, да? Это значит одна история. Но, если не сказать, вот я недавно проделала эту штуку с другом. Я говорю, чувак, ты вот написал свои ценности, а теперь давай посмотрим, исходя из того, во что ты каждый день вкладываешь время, действия, усилия, да, давай посмотрим реальные твои, да, какие-то ценности. И он понял, что его первая главная ценность – это жир. Ну, он посмеялся, и он сказал, слушай, я понял, что моя первая главная ценность – это жир, потому что я не кажу на тренировки, я много ем. То есть каждый раз, когда у меня есть выбор между, там, жиром и не жиром, я всегда выбираю жир. Вот, поэтому, как бы, вот в этом плане нужно отдавать себе отчёт. Ещё, допустим, он там говорит, да, для меня ценность, там, любовь, семья. Ну, блин, это такой булшит на самом деле, да, потому что если ты, там, не готов, там, идти на компромиссы, да, если ты, если для тебя важно быть правым, да, если ты постоянно споришься с близкими, если ты в это вкладываешь действия, то какая это вообще твоя ценность или суперценность? Для тебя суперценность – не семья, а быть правым. Вот поэтому третья важная штука, да, это просто посмотреть правде в глаза. Ну, идея, конечно, с тем, что суперценность, жир как суперценность, мне очень нравится. Потому что мы вчера тоже с ним подписывались, я говорю, ну что, ты пошёл на тренировку? Он мне пишет, нет, жир – мой выбор. Поэтому, как бы, я не против того, чтобы жир был вашим выбором, да. Главное, чтобы это было по-честному. То есть, потому что, когда ты, грубо говоря, думаешь о том, что я хочу не жир, а зож, чтобы мой выбор был, да, и для меня это главное, у тебя возникает много внутренних конфликтов, ты тратишь очень много энергии на то, чтобы их исправить. Вот, а то, когда ты говоришь себе, жир – мой выбор, он всегда со мной, это то, что меня согреет ночью, так, по крайней мере, ты будешь, ну, там, более-менее, там, таким гармоничным чуваком, да, потому что ты себе честно признаёшься в том, что вот, это так есть, я в это вкладываю свои действия. То есть, ты, в принципе, цельный. Вот поэтому принять решение, повысить тумблер важности и посмотреть правде в глаза. Поэтому я вот собрала такие ультимативные, безжалостные какие-то техники в ультиматоре, чтобы человек, честно, да, если у тебя есть какое-то решение, поднимай тумблер важности вверх или вообще нафиг не делай, да, его. Если ты что-то делаешь, и тебе кажется, что ты делаешь исходя там из чего-то, давай правде посмотрим в глаза, зачем ты это делаешь. Вот. И вот 10 дней таких техник, таких техник. Поэтому так появился ультиматор. Круто. Да, 10 это жесть. Ну, там нет такого, что я вот оскорбляю или приковываю наручниками к батарее. Вот. Наоборот, это всё максимально любя. Знаешь, я сейчас вспомню, Радислав Гондопас говорил на одном из своих мастер-классов, что если ты хочешь добиться цели, то надо условно призвать себя в армию. Вот мне кажется, вот эти 10 дней как раз будет такой армией, да, чтобы, ну, к чему-то прийти, распаковать себя. Ну, это будет такая, знаешь, самостоятельная армия, потому что в отличие, например, там от SelfQuest и от MIGA, да, где есть определенная дата старта, у вас есть общий чат, есть вебинары, мои вебинары, приглашенных экспертов, вот, вы сдаёте отчёты. Здесь это просто исключительно самостоятельное прохождение, потому что очень много людей просили сделать какой-то, ну, там, продукт, да, для того, к которому можно присоединиться прямо сейчас, сразу после оплаты, потому что они не хотели ждать. Вот, поэтому такая, да, Self... Self... что-то там армия, короче говоря. Не так... Selfmade army. Да, привет, Гондопас. Слушай, кстати, я вот хотела тебя спросить, как так, почему нет чата, группы поддержки, ну, можно ли самостоятельно вообще признаться самому себе в каких-то штуках? Почему такая? Ну, просто мы решили, что будет такой формат, потому что реально огромное количество людей, которые вот хотят... То есть для них вопрос, знаешь, вопрос перемен, это как вопрос того, что тебе там моментально, например, захотелось, да, пойти купить там новую юбку или новые серёжки. Вот, ты не будешь ждать там 3 месяца, да, для того, чтобы пойти себе купить новые серёжки. Тебе нужно просто вот припёрло и начать сейчас. Поэтому мы решили не делать общий поток. А те, кто хочет общий поток, они могут прийти там в Self-Quest, да, условно, и там уже с общим потоком начать прокачивать. Ну, как бы в Self-Quest это больше, конечно, там на призвание, предназначение, привычки, окружение, вот, а ультиматора больше такое по жести, конечно. Да. Мне нравится. Слушай, ты записала сториз в преддверии нового Ларс-Ивента, который будет в Питере, что ты решила похудеть. Так. И скажи, пожалуйста, это у тебя тоже ультимативная такая история. Как твои успехи? Слушай, как мои успехи? Кроме фильтра. Кроме фильтра в Инстаграме, да, это очень важно. Что я делаю? Кстати, а ты знаешь, да, что есть, я недавно только узнала, мне в Нью-Йорке рассказали, что есть приложение, которое стройнит тебя. Вот, и мне девочка сказала. Конечно, знаю. Она говорит, что тебе даже не нужно худеть, ты просто берёшь там приложение, устраняешь, удлиняешь, тебе там всё, и всё будет классно. Вот. Можно увеличить, убавить, да. Мелоколепно, да. Ты знаешь, я на самом деле вот, чем говорят же, что, ну, там, человек, да, не знаю, там, условно, там, мотиваторы, там, эксперты создают свои проекты для того, чтобы помочь самим себе. Наверное, вот ультиматор для меня это тоже мой такой персональный вызов, потому что каждый раз, когда я делаю новый проект, я понимаю, что я должна жить согласно этим канонам. Поэтому ультиматор мне помог собраться, да, потому что у меня, как бы, похудительный путь уже был достаточно долгий, да, там, в своё время, несколько лет назад, там, минус 25 кг. Кстати, если вам интересно, я писала большую статью для лайфхакера, которую, там, наверное, 1300 человек прочитала. Она, вроде бы, называлась, типа, там, 16 неочевидных причин лишнего веса, о которых не расскажут диетологи. Можете её там найти в свободном доступе, можете посмотреть. Вот, а сейчас я уже больше месяца не ем сладкое, мучное вообще, не ем только овощи, мясо или рыбу, яйца. То есть я, в принципе, не ем никаких каш. Сегодня, сегодня встала на весы, вот, за месяц минус 4,5 кг. Да, поэтому, плюс, я добавила больше английского в свою жизнь занятий. Ещё стараюсь, кроме этого, два раза в неделю бегать, два раза в неделю ходить на растяжку. Ну, то есть, в принципе, жить максимально ультимативно. Единственное, что у меня пока не получается, это меньше работать, меньше тратить времени на соцсети. Вот, поэтому очень много сториз и всего такого, лайков, комментариев. Ну, и ты реально вот так вот сидишь-сидишь в телефоне, потом обнаруживаешь себя в 3 часа ночи гуглящей, почему свиньи не смотрят в небо, да, не могут поднять голову. Вот, ты думаешь, господи, за что это мне? Вот, или, например, да, там гуглишь фамилии хорватских футболистов и придумываешь, какими бы заболеваниями они могли быть. Например, манджукич заднего прохода, или арахисич костей, или что там еще. Или модрич лицевого мышца. Вот, ну, примерно такая история. За что? Кристина с Прискурбин сообщает, у вас модрич. Лечится, лечится, лечится. Скажи, пожалуйста, и чем ты готова пожертвовать, чтобы достичь своей цели? Какой? А, слушай, ну, на самом деле, похудение, во-первых, я вот сейчас только начала понимать, да, что вопрос похудения – это не вопрос того, что… То есть ты можешь похудеть только, если ты исходишь из любви к себе, реально. Потому что, если ты исходишь из того, что я, короче, не до где-то, да, то это все будет максимум стресса. Потому что каждый раз, когда мы думаем, что мне надо похудеть, потому что они достаточно стройные, там, меня никто не любит, это вообще просто нереальный выброс кортизола в тело. А любой кортизол – это вообще сразу минус мышцы, да, потому что, ну, как бы, кортизол, он вообще, он разрушает просто мышцы, разрушает нашу жизнь. Вот, поэтому, от чего я готова отказаться? Ну, вот я готова отказаться от сладкого, мучного, от того, чтобы, да, там, нажираться на ночь. Вот, ну, я сейчас на самом деле понимаю, что это не вопрос того, чтобы там… Не вопрос диеты, это вопрос того, что ты должен есть так всю жизнь. Вот, поэтому я просто сейчас пытаюсь прийти к тому, что это на всю жизнь. Ну, это и классно, на самом деле, если… Я вот сейчас ела, извини меня, котлету из щуки, и это было великолепно, я не думала, ну, как бы, щука, она же не вкусная сама по себе, а тут это было просто какая-то потрясающе. Люди жмали, наверное. Щуку. Ну, нет, сейчас уже нет, а раньше бывало. Хорошо. Так, очень интересно. Не будем о грустном, потому что пока что жир – это моя сила. Да, Кристина, потому что жир не бросит тебя поздней ночи и не скажет, я от тебя ухожу. Вот. Жир всегда будет рядом с тобой. Да. Вот. Не променяет меня на высокую зарплату. Конечно. Или статус. Слушай, если честно, мне дико завидно, потому что я была на первом твоем Ларсе Венте в Москве, и сейчас он будет у тебя в Питере уже совсем скоро, у меня никак не получается. Расскажи, пожалуйста, за кулисией, что там будет. Слушай. А чего, Кристина? Знаешь, вот чем мне нравятся, на самом деле, вот такие вот общие тусовки, да, тем, что есть классный чувак, Павел Кочкин его зовут, знаешь, Павел Кочкин? Он крутой чувак, он раньше был тренером по предназначению, он делал женское предназначение. Ну и вообще, он такой упоротый парень, напишите в чатике, кстати, вы знаете, Кочкина. Мне кажется, многие здесь должны знать Кочкина. И мы как-то с ним встретились еще несколько лет назад, он сказал классную штуку. Он говорит, ты знаешь, я давно мечтал сделать место, где звездой буду не я. Вот. И для меня Ларс Вент это как раз-таки осуществление моей мечты, потому что мне всегда хотелось сделать площадку, где звездой буду не я. И там будет два часа, как обычно, у моего мастер-класса, очень вообще крутого и потрясающего и так далее. И потом там будет пул выступлений в стиле ТЭП, как выступали вы. И тоже, ну, как бы будет много интересных людей. Мне кажется, вот ты же помнишь, да, что я очень боялась, когда мы делали первый Ларс Вент, что, допустим, вот 10 человек, которых мы подготовили в стиле ТЭП, это может быть, ну, не так, скажем, вдохновляющий задор, но как там мое выступление, да, потому что я там все равно профессиональный спикер, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Но мне кажется, в некоторых моментах это даже было гораздо круче, потому что там были реальные какие-то истории. И вот в прошлый раз, например, выступал Андрей Бутов, да, с которым я тоже хочу сделать прямой эфир. И тогда он был, там, скучным топ-менеджером из Москвы, известной одной крупной корпорации, да. Вот. И буквально, там, прошло полгода с того Ларса Вента, как Андрей сейчас, он просто кардинально изменил свою жизнь. Он уехал во Вьетнам, он там на несколько месяцев, да, переехав из Москвы, хотя он никогда там не, никуда не летал дольше, чем 5 часов. Вот. И он будет как раз рассказывать, например, свою историю. Потом, ну, то есть... А еще он же запустил свой проект. А, да, да, да. Офисный квест про офис, да. Это тоже прикольная штука, на самом деле. И, ну, то есть, вот прикольно смотреть, как обычные люди, да, превращаются в ультиматоров, скажем так, превращаются в ультиматоров. Это очень круто. Потому что... А, ну, мне еще понравилась, вот, Ксюша Варакина тоже в этот раз будет, да. На прошлом Ларс-эвенте, мне очень запомнился слайд, да. Она, значит, сделала такую штуку, вот, те, кто не был на Ларс-эвенте, те, кто, там, не знают вообще, как это происходит. Это было шикарно. Это, да, очень крутое штука, значит. Она нашла мою группу, которая тогда еще называлась «Искусство быть собой» ВКонтакте, сейчас она называется «Блок Ларис Парфентьевой», и нашла первую запись. И заскрынила эту первую запись. И на этой первой записи было, ну, там, если мне не изменяет память, типа, шесть лайков. Вот. Она говорит, окей, а, два лайка? Блин, я не помню. Два лайка. На следующей записи... Просто для меня это история победы. Да, реально. На следующей записи там, по-моему, было три лайка и один репост. И, скорее всего, это был репост моей мамы. Да. Я понимаю, насколько вот это круто, да, что люди выступают с такими настоящими какими-то историями и темами, потому что даже я уже забыла о том, что у меня когда-то было два лайка, да. Сейчас, когда у меня там две книги, которые стали международными бестселлерами, там несколько проектов, я там выступаю, да, пишу книгу в Нью-Йорке. Вот. Мне казалось, что вот у меня-то уж никогда два лайка не было. Я-то уж сразу родилась в бестселлеры. Вот. И это было очень здорово. Я до сих пор, ну, как бы помню вот этот вот скрин, да, первой записи с двумя лайками. Это было, конечно, очень круто. Вот, ну, много, там, на самом деле, очень много интересных людей будет, которые там будут рассказывать там про отношения, про то, как они уволились из каких-то крупных компаний, про то, как они там, не знаю, прокачали свои привычки. Вот Андрей будет рассказывать про то, как не думать. Ну, то есть это будет очень-очень классно. Я подробнее потом сделаю пост с обзором выступающих вообще наших. Вот. Если сможешь, приезжай, буду рада тебя видеть. Согласна. Слушай, это по-прежнему закрытая тусовка только для тех, кто проходил проект. Ты знаешь, изначально мы хотели сделать, чтобы она была только закрытая. Сейчас, в принципе, учитывая, что очень много людей так или иначе были на каких-то вебинарах, вот сейчас на ультиматоре. Ну, то есть уже практически там все, кто нас сейчас смотрит, да, и там моя аудитория, они так или иначе где-то были. Поэтому мы поняли, что мы в любом случае нам будет это тяжело отслеживать, поэтому мы ждем всех на Ларс-эвенте 28 июля в Питере. На сайте lars-event.ru можете посмотреть и присоединиться к нам. И очень ждем питерцев, конечно. И это будет целый день кайфа, отвечаю. Слушай, это будет очень круто, да. Я не знаю, что мы там делаем, но мы как-то вот в октябре разогнали энергию, после которой, я не знаю, неделю все не могли прийти в себя. Да, я не знаю, что произошло. Может, как-то это. Ну, просто это был фейерверк, на самом деле, фейерверк взаимодействий, потому что мы все... Ну, во-первых, у нас случился культурный шок, что мы смогли потрогать Ларису Парфентьеву, и она не убежала. Во-вторых, у нас случился мощный инсайт, что все такие классные, все такие разные, что у каждого что-то свое. И мы смогли найти общие точки соприкосновения, потому что с некоторыми ребятами я общаюсь до сих пор, и это очень тесное знакомство. Они и моя группа поддержки, они и мои хвалители, и мои критики, и мои вдохновители, много всего. Поэтому это был взрыв, причем который вот до сих пор еще, знаешь, витает в воздухе что-то, и мурашки какие-то. То есть это такое событие. Слушай, это вообще очень круто, да. Хотя я на текстуре учу, что хвалить ты свои проекты не должен, должны хвалить другие люди, но я прямо отвечаю, это было очень круто. Я недавно заходила в наш чатик закрытый, да, и просто перечитывала вот эмоции после, я понимаю, что я не знаю, как это произошло, это просто, знаешь, как в этом, в парфюмере, да, последняя сцена, когда он выходит, там капает эту каплю, и все начинают просто заниматься сексом массово. Вот, массовую оргию мы там, конечно, не обещаем, но вот именно по эмоциям, по им взаимодействию было примерно такое же, примерно такое же ощущение. Поэтому все, кто смотрит эфир, с удовольствием, да, ждем на Ларс-Авенте в Питере. Да, и еще что-то я хотела. Вон Света написала Антонова, что она рыдала. Мне кажется, Света, наверное, самый длинноприездной человек был, потому что она преодолела 4000 километров, чтобы приехать из Кемерово. Поэтому были люди там из Европы, да, там из Минска, из Дрездена, из Валенсии. Вот, я надеюсь, что в этот раз тоже к нам и европейцы, и сибиряки, и дальневосточницы, не знаю, как они называются, дальневосточки. Вот я тебе и хочу сказать, что это дико круто, вот география твоих, хотел сказать, поклонников, потом передумала, но решила, что именно это слово лучше оставить. Потому что после того, как мы все зазнакомились, у меня на холодильнике появились совершенно разные открытки из разных уголков мира, и это так... Блин, это реально очень круто. Нет слов. Потому что мы все объединены чем-то общим. И это тоже вдохновляет и мотивирует. Спасибо за то, что ты это разрешаешь потрогать. Слушай, я знаешь, как им завидую на самом деле, потому что это все ребята, которые уже успели друг друга сгонять, и я даже не поняла, как они успели познакомиться, потому что я-то хотела, чтобы они любили только меня, соответственно, да, и дружили только со мной. А тут вот так получилось, что я их всех познакомила, черт возьми. Вот, и они нашли своих друзей. Вот. Ну, это было очень круто, потому что, допустим, у нас там была Зимфира и Лана, да, Зимфира из Уфы, а Лана, соответственно, из Дрездена, которые познакомились на Миге, стали лучшими подругами через чатик, встретились потом в Москве, Лана прилетела из Дрездена, а Зимфира прилетела из Уфы, и потом Лана прилетела в Уфу и купила такой же пуховик, как у меня. Понимаешь? Мы встретились в одном торговом центре, где я покупала пуховик, и она сказала, у тебя классный пуховик, пойду куплю. А я зато потом пришла, пуховик-то был дорогой, в этот магазин. Я говорю, видали, поклонники мои летят из Дрездена, чтобы купить такой же пуховик, как у меня. Вот. История про пуховик тоже, конечно, потрясающая. Шикарно. Слушай, а у тебя не бывает ревности, что ребята, которых ты нашла, начинают взаимодействовать между собой? Или там запускают какие-то свои штуки? Нет, нет, ты что? Я вообще очень рада, на самом деле. Я понимаю, знаешь, что... Короче, в буддизме условно есть такая фишка, что главный добродетель убрать лишний камень с дороги. Ну, то есть убрать лишний камень с дороги, где-то как напрямую, да, так и, например, убрать препятствия между там людьми и знаниями, да, между людьми и людьми. Я понимаю, что, по сути, ну, вот я убираю лишний камень с дороги и знакомлю просто этих людей. Мне кажется, это самое крутое, что я могу оставить. И я знаю, что огромное количество сейчас создалось там каких-то дружеских пар. Я уже жду, в конце концов, потому что я же Лариса, а это значит почти... когда уже кто-нибудь поженится. Вот на Ларсе Венте я очень надеюсь, что у нас будут мальчики тоже и мы сможем кого-нибудь поженить все-таки. О-о-о, как интересно! Слушай, пару слов про твою книгу новую, которую ты писала в Нью-Йорке. Ты протащилась, пока я ее писала? Или это было тяжело? Слушай, как это знаешь, есть мем, да, Гарльт, скрывающий боль. Он вроде улыбается, но у него такой страх в глазах. Вот, поэтому я тоже буду улыбаться, как Гарльт, скрывающий боль. Да, я поехала в Нью-Йорк. Я думаю, закроюсь, когда я в Нью-Йорке на пару месяцев и напишу книгу. Но не тут-то было. Не тут-то было. Я написала ее, наверное, процентов на 30, и я вот буквально вчера встречалась с своей девушкой. Своей девушкой. С одной девушкой. Если ты понимаешь, о чем я. Если ты понимаешь, о чем я, да. С одной девушкой. И она сказала, она говорит, вот, вот, рассказала всем. Я тебе говорила, что нельзя никому говорить по поводу того, что ты делаешь. Я на самом деле так не считаю. То есть на мне хорошо работает вот это, когда я заявляю что-то, чтобы потом это осуществить. И она такая говорит, а теперь на тебя вот это давит. Но я понимаю, что у меня в любом случае есть дедлайн 1 октября. Я до 1 октября это сделаю. Я планирую вот в сентябре еще на месяц уехать в Нью-Йорк снова и там уже ее дописать. Хотя, честно, конечно, художественную книгу писать очень тяжело. Я просто схожу с ума, реально. Схожу с ума. Но, в общем и целом, я понимаю, что, во-первых, никто не сказал, что она должна быть хорошей. Как я говорю обычно на текстуре, что вы должны написать, там есть задание, ты знаешь, написать самый ужасный текст в мире. Поэтому никто не сказал, что она должна быть хорошей. Никто не сказал, что она должна быть популярной. И там никто не сказал, что я вообще ее должна сдавать 1 октября. Поэтому самая главная задача любого творослода это кайфануть. И я думаю, что я кайфанул. Пусть это будет полная Г. Да, мне, кстати, очень нравится твоя новая позиция. Если раньше речь шла о том, что, чтобы ты не делал, ты должен приносить пользу, а сейчас, чтобы ты не делал, главное, кайфануть. Вот, ты видишь? Вот это у нас с ним прям... Поставьте лайки тоже, накидайте нам лайков немножечко. Да, ты знаешь, раньше у меня была такая штука, что типа, во всем должна быть польза, это так важно, важно создавать продукт для людей, которым они будут пользоваться. А потом, ты видишь реально чувака, который создает мебель из человеческих волос. Ты видишь, в конце концов, например, моего любимого Салавата Федаи, который делает микроскульптуру на грифеле карандашей. Или просто, знаешь, как мне говорила одна женщина, гармоничная, она сказала, я творю прекрасную, бесполезную херню. Вот, я понимаю, что очень часто в прекрасной, бесполезной херне и кроется самая суть, да. Вот. Такая ирония. Поэтому я сейчас за то, что в первую очередь должен повеселиться и раскрыть себя, а будет ли это полезно, надо ли это кому-то будет. Это все вообще фигня. Главное, напиши ту книгу, которую сам хочешь прочитать, создай там продукт для себя, да, какой-то, а все, ну, как бы, а люди уже подтянутся. Вот. Поэтому, да, такая позиция. Это круто. И еще напоследок, я хочу задать тебе вопрос, который, мне кажется, волнует очень многих или не волнует, в общем, я не знаю. Скажи, пожалуйста, обращаются ли к тебе и как часто, как к продюсеру, мол, помоги мне, опубликуй меня, сделай меня, спаси меня, что мне с этим делать, прочитай. Хороший вопрос. Достаточно часто обращаются с книгами все время, обращаются со всякими там продуктами характера такого информационного тоже периодически обращаются. Ну, я на самом деле периодически над этим подумываю, потому что я понимаю, что за эти несколько лет, да, которые я вот этим занимаюсь, уже так много было совершено ошибок, да, вот прям простейших. Я вижу, как это завершают люди, мне хочется просто сказать им, слушай, ну, вот делать так, пожалуйста. Или наоборот, да, есть какие-то условно там, а-ля там маркетинговые эксперты, которые говорят, вы должны каждый день публиковать посты, вы должны заливать 800 сториз там в неделю, вот. И я понимаю, что, блин, на самом деле это все настолько бесчеловечная история, да, и что все это вообще работает по-другому, что если просто ты даже там пишешь один пост в неделю, но он по-настоящему крутой, да, к тебе будут приходить, тебя будут смотреть, тебя будут покупать, вот. И как-нибудь я сделаю какую-нибудь, может, программу вообще антимаркетинг, где скажу, что, ребята, слушайте, не слушайте никого, это тоже, да, моя любимая мысль, не слушайте никого, меня тоже не слушайте. Как можно попасть к тебе в сердце? Ко мне в сердце? Ко мне в сердце. Ну что, мне бы хотелось? Слушай, наверное, регулярно любить меня. Ну, я имею в виду, если ты понимаешь, о чем я, да, если ты понимаешь, о чем я. Вот. Просто делиться теплотой, делиться теплотой, искренне и долго, потому что я такой человек, у меня, ну, там, не знаю, может пройти лет 7 до тех пор, пока я там вообще замечу какого-то человека рядом. Я недавно, вот, писала как раз эту историю для своей книги третьей. У меня есть моя лучшая подруга, и я реально поняла, мы с ней 16 лет дружим, что я ее люблю лет через 10. Знаешь, как это произошло? Я приехала к ней домой, и она начала накрывать на стол, и там были вареные яйца. И она, короче, берет яичко и начинает его чистить. И она почистила это яичко, и, короче, отдает его мне. Представляешь? И я просто в этот момент, у меня схлопывается вселенная, потому что я понимаю, что кто-то для меня почистил яичко. Понимаешь? И я думаю, господи, как я могла не замечать 10 лет рядом с собой человека, который готов почистить для меня яичко. Вот. И меня так накрыло. Я понимаю, что мы там, нам кажется, что человек должен совершать ради нас подвиги, залезать на Монблан, прилетать сквозь тысячи километров, да. А по факту, настоящая, да, там, любовь складывается вот из таких мелочей, когда кто-то чистит для тебя яичко. Все. Вот так, понимаешь? Короче, способы два, как ты поняла, да, регулярно меня любить и чистить яичко для меня. Вот. И там, кстати, вон, Женя уже готов почистить, да, для меня яичко. Пускай таких желающих будет масса по всему миру. Ладно. О, ты какая милая. Чтобы ты могла везде их покушать. Спасибо тебе большое. Сделаем какой-нибудь яичный флешмоб. Ларис. Да. Да? Да. Поддерживаю. Давайте чистить яйца и продавать их друг другу. Давай, давай. Давай. Если ты понимаешь, о чём я. Ларис, ну, на самом деле прошло уже почти 40 минут. Это было круто. Не видно, как я вспотела, но мне кажется, это справилась. Слушай, Кристина, ты на пути в моё сердце. Потому что Кристина мне записывает иногда такие километровые сообщения, где любит меня прямо, любит. Поэтому мне так легко перед тобой раскрыться, понимаешь? Потому что я знаю, что ты как бы меня искренне любишь, и я тебе могу рассказать и про яичко, и не про яичко, и вообще про всё, что угодно. Вот. Ты будешь продолжать меня любить. Так что не останавливайся. Люби меня, люби. Я не остановлюсь. Верь мне. Ночью и днём. Я буду любить тебя полностью. Плоским огнём. Ну, там не плоским, конечно, огнём. Сердце сжигает. Всё. Вот. Спасибо тебе тоже, Кристин. Давай, я тебе желаю удачи в твоих интервью. Всех призываю подписываться на Кристину. Она обещает, что будет ещё, что не забросит и ультимативно будет брать у всех интервью у каких-то классных девчонок тоже. Заводных, как я. Вот. Она сама весёлая, тоже классная. И всех вас жду на ультиматоре, который сегодня стартовал. И я, кстати, тоже с тобой. Я очень рада. Да, всё. Буду ждать от тебя фидбэка. Рада была видеть, что мы на этом заканчиваем с тобой наш машинный эфир. Да. Всё, ребят, спасибо всем. Заканчиваем, чтобы... Да, заканчиваем. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо огромное. Вот. Приходите. Накидайте нам ещё немножечко лайков. И до встречи на следующей неделе. Всё. Спасибо тебе огромное. Ты тоже прекрасна. Всё, обнимаю, целую, люблю. Увидимся. И до встречи 28 июля. Увидимся. Ивенти в Питере. Пока. Спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok